В Думском зале администрации города сегодня особенно многолюдно. Помимо депутатов, здесь собрались мэры и председатели Дум 12 крупных российских городов. Рязани, Тольятти, Пскова, Волгограда, Магадана, Калуги и других. А все потому, что в Иркутске проходит заседание Координационного Совета Союза представительных органов муниципальных образований России. Обсуждают развитие инноваций. У меня была такая тенденция путешествовать по миру и вместо отдыха на пляже заказывать промышленные экскурсии. Брал экскурсовода по предприятиям, подсматривая все новое. В Думе города Иркутска также есть такие люди, которые выезжая, а мы формируем обычно группы для поездок за границу, обязательно есть представители из Думы, которые ездят знакомиться с работой предприятия. На сегодняшний день мы находим быстрое взаимопонимание и любая новая интересная тема осуществляется при помощи очень быстрого изменения бюджета. В этом направлении. Выступление мэра подкрепил аргументами проректор по инновационной деятельности НИИ РГТУ Михаил Корняков. Он рассказал, над какими изобретениями в последние годы трудятся иркутские ученые. Однако на совете обсуждали инновации не только в производственной сфере, но и в социальной. Например, глава Пскова Иван Цицерский рассказал об уникальном социальном проекте «Детская деревня СОС», который сейчас осваивают в их регионе. В такие деревни переселяют ребятишек, которые остались без попечения родителей. В каждом доме живет до семи детей. И есть СОС-мама, которая воспитывает и заботится о них, как о своих собственных. При этом все гости отметили, что у Иркутска есть чему поучиться. Мы встретили очень теплые радушия жителей города Иркутска. Мы увидели замечательное богатство, как основу развития очень серьезного региона нашей страны. И впечатлены. Я убежден, что мы, наверное, все вместе станем послами доброго о Иркутске. Подводя итоги заседания, председатель Союза представительных органов муниципальных образований, депутат Государственной думы Михаил Банчиков отметил, что в последние годы Иркутска стремительно меняется. И что в сфере инноваций, по его мнению, наш город явно находится в числе лидеров по России. Мария Войцешко, Александр Барановский, городской информационный канал Камертон.